Вы знаете, я почему-то очень запомнил, как лет 7, наверное, назад мы с вами договорились на интервью в Москве. Вы пришли ко мне в гостиницу, в номер, и как раз у меня находился там мой друг Вячеслав Малежик, композитор, исполнитель. Он увидел вас, страшно обрадовался, вы одна из его любимых писателей, и он говорит, я должен обязательно для вас спеть. Он спел для вас несколько песен, я пошел его провожать, в комнате было полутемно, полумрак такой. Я вернулся, вы сидели одна, как-то одинокая и в то же время умиротворенно счастливая. Я залюбовался вами тогда. Скажите, пожалуйста, а что такое счастье вообще, вот с вашей точки зрения? Значит, с точки зрения вопроса, любви вопроса я не знаю. С точки зрения вопроса. А если мы пойдем немножко дальше и минуем этот вопрос, то я вам должна сказать, что я себя чувствую вполне счастливым человеком при этом. И этому тоже надо было учиться. Потому что есть люди, которые от природы одарены таким свойством радоваться и быть счастливыми, а есть люди, которые нисколько этим не одарены. Вот у меня мама была такая, она просыпалась с улыбкой радостной навстречу жизни. А я всю жизнь просыпаюсь и думаю, боже мой, утро, раз, два, три, четыре, пять, это то под гнетом забот, которые еще не начались. Но когда я это поняла, я все-таки немножечко стала с этим работать. И я вам должна сказать, что некоторых успехов я достигла. Потому что все-таки, когда ты настраиваешься на то, что из жизни надо эти зернышки радости, зернышки счастья фиксировать, извлекать и говорить себе, о, какое счастье, как красиво сегодня за окном, какой мини-ребенок встретился, какая собака замечательно идет навстречу. И в общем, мне надо сказать, что вот эта внутренняя подстройка, она чрезвычайно важна для всех. Людмила Евгеньевна, я от всей души хочу сказать вам большое спасибо за беседу. Пишите, пожалуйста, я с удовольствием буду ждать, когда, может, дневники вы издадите, может, еще что-то. Вы знаете, по большому счету, ну, плохо, наверное, так говорить, но то, что вы написали, по большому счету этого уже достаточно. Но всегда ждешь от автора, от писателя такого таланта, все-таки, чего-то нового. Спасибо, спасибо. Большое вам спасибо. Мне тоже кажется, что я свою программу выполнила. Спасибо вам, что уделили время. Удачи вам. Всего самого хорошего. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Дорогие друзья, текстовую версию интервью с Людмилой Улицкой вы сможете прочитать на сайте Гордон. Хорошего вечера. Будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»